Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Выбираем здоровье». Сегодня у нас выездная программа, и мы в гостях в зале лечебной физкультуры Центральной медико-санитарной части. И это не случайно, потому что сегодня мы будем говорить о проблемах здорового и больного позвоночника. Позвоночник – это уникальный орган, который с большим тщанием делал создатель природа, и получилась прекрасная конструкция, удивительная по гибкости и прочности. В связи с прямохождением человека у позвоночника появились изгибы физиологические, и он имеет С-образную форму для того, чтобы осуществлять функцию амортизации при движении. Позвоночник имеет несколько функций. Это орган опоры, это орган движения, потому что к позвоночнику прикрепляется огромное количество мышц. Но еще есть одна очень важная функция у позвоночника – это орган защиты спинного мозга, который располагается на всем его протяжении. Спинного мозга вместе с его структурами – корешками, сосудами и выходящими нервами. И поэтому очень важно, чтобы физиологические изгибы сохраняли свое физиологическое состояние, нормальное состояние, возможно, долго. С возрастом позвоночник человека изменяется, изнашивается. Межпозвоночные диски теряют высоту, объем и амортизирующие свойства. Хрящевая ткань становится более твердой. По словам медиков, у 80% пациентов старше 55 лет на рентгеновских снимках заметны те или иные морфологические изменения позвоночника. Особенности образа жизни современного человека усугубляют картину и могут привести к заболеваниям, которые требуют даже хирургического лечения. Нейрохирурги Центральной медико-санитарной части города Магнитогорска в год выполняют около 300 операций, связанных именно с заболеваниями позвоночника. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночного столба – это те изменения, которые происходят с возрастом, раз, и с особенностью нагрузки индивидуальной. Что такое индивидуальная нагрузка? Это сидячее положение, длительные вынужденные положения, работа за компьютером, езда за рулем. Крайняя степень дегенеративно-дистрофических изменений – это разрушение фиброзных колец в межпозвонковом диске и выпадение фрагмента диска в позвоночный канал, так называемые грыжи межпозвонковых дисков, которые требуют именно хирургических манипуляций. Ежемесячно около 40 пациентов с болями в спине поступают во второе отделение неврологии больницы. Заведующая отделением Мария Челищева рассказывает о том, что пациенты часто сами себе ставят диагноз и без обследования обращаются с болями в спине к мануальным терапевтам, так и не выяснив причину боли. Под маской боли в спине вскрывается очень много разных заболеваний. Это может быть как дегенеративно-дистрофические изменения, так называемый остеохондроз, так и различные заболевания, связанные с разрушением костной ткани, это и остеопороз, развиваемый чаще всего у женщин, либо как проявление онкологических заболеваний, либо первичные опухоли костной ткани. Затем это могут быть различные травмы, которые даже пациент нам не верифицирует, то есть не говорит, что такое событие случилось и было. Еще одна проблема, рассказывает Мария Юрьевна, заключается в том, что пациенты не выполняют рекомендации и не занимаются лечебной физкультурой. ЛФК при лечении заболеваний позвоночника направлено на укрепление мышц спины, формирование так называемого мышечного корсета. Без этого никак. Но, походив на ЛФК в больнице, люди склонны дома возвращаться к обычному режиму, забыв о жизненной необходимости гимнастики для здоровья позвоночника. Одна из проблем современности – это гиподинамия, то есть отсутствие регулярных движений. Для того, чтобы как-то перераспределить нагрузку на позвоночник и мышечную систему спины, необходимо делать гимнастику. Таким образом происходит, во-первых, профилактика дегенеративных изменений в определенных сегментах, меняется тонус мышечной системы. В наше время пациенты очень часто не занимаются физическими нагрузками. Фактически это время тотальной гиподинамии, просиживания длительного времени у компьютеров, использования пультов. И врачи отмечают увеличение количества пациентов, обратившихся с проблемами опорно-двигательного аппарата. И среди пациентов встречаются даже дети, у которых изменены диски, у которых изменены позвонки, у которых имеется сколиоз и масса других проблем. И для того, чтобы этого не происходило, мы, медицинские работники, должны, безусловно, научить наших пациентов, как предотвратить эти проблемы. А наши пациенты очень хотелось бы, чтобы начали этим заниматься. Обучением пациентов стационара центральной медсанчасти правилом выполнения лечебной гимнастики занимается целая команда специалистов, включая инструкторов-методистов ЛФК Анну Груздеву и Викторию Максименко. Лечебный комплекс упражнений можно подобрать для человека с любыми проблемами позвоночника, если подходить к этому грамотно. К примеру, вы видите положение тела, способствующее расслаблению спины. Добавив очень мягкие и плавные движения головой, можно снять острую боль в шейном отделе позвоночника. ЛФК поможет привести в порядок любую группу мышц человеческого тела. Существуют специальные подборки упражнений и для людей, выполняющих сидячую работу. Существуют ли какие-то универсальные упражнения, которые можно для профилактики обострений остеохондроза в грудном, в шейном отделе позвоночника выполнять в положении сидя? Мы можем предложить такие упражнения. Это упражнение сидя для шейно-грудного отдела. Исходное положение такое, что мышцы нигде не напряжены, плечи опущены. От спинки стула нужно немножечко отодвинуться. Эти упражнения выполняются очень плавно, без рывков, в очень медленном темпе. И можно сопровождать дыханием, чтобы темп контролировать. Первое упражнение – это повороты головы в стороны. Поворачиваем голову в сторону медленно. Вдох, прямо выдох. В другую сторону поворачиваем, вдох, растягиваем мышцы шеи. Вдох и выдох. Хорошо. Прорабатываем другую группу мышц. Наклоны головы ухом к плечу. Плавно. И опустили. За счет веса головы идет растяжение мышц. Прямо в другую сторону. Удержали. Прямо. Хорошо. Подбородок тянем вверх. Опускаем его на грудь и растягиваем мышцы шеи сзади. Поднимаем вверх. И мы здесь запрокидываем голову или мы просто тянем макушку кверху? Тянем. Мы же здесь не запрокидываем. Нет, но очень аккуратно надо. Да, здесь тянем кверху макушку. Тянем кверху, да. Растем. Хорошо. Подбородок тянем в верхний левый угол и удерживаем. Так. В исходное положение. И в другой. Правый верхний угол. Хорошо. Маятниковые движения подбородком ведем от плеча к плечу, по грудине перед собой медленно. Начиная с небольшого количества повторений. Да. Три-четыре, а потом добавляем. Все индивидуально. Вот этот блок, он идет на растяжение. Теперь нам нужно мышцы шеи укрепить. Укрепляем статическими упражнениями. Кисти в замок. Замок на лоб. Лбом давим на руки, руками на лоб. И удерживаем мышцы в напряжении. И расслабляем. Затем замок на затылок. Также давим затылком на руки, руками на затылок. Удерживаем несколько секунд. Расслабляем. На височную область или одной рукой, или замочком. Голова прямо. Давим. Расслабляем. И на другой. Височек. Давим. Расслабляем. Хорошо. Следующий – это блок для шейного отдела. Шейно-грудной. Поднимаем плечи вверх. Так и хочется потянуться. Потянитесь. Приятные очень ощущения. Отводим их назад, не опуская. Соединяем лопатки. И медленно опускаем. Было бы хорошо их включить еще в производственную гимнастику. Вы помните, как это когда-то было раньше? Очень популярно. Очень было. И правильно. И правильно, да. Кисти в замок. Замок на грудь. Вытягиваем руки вперед, выворачиваем ладошки. Тянемся спиной назад, руками вперед. И в исходное положение возвращаемся. Согнутые руки перед собой. Разводим в стороны локти. Локти на уровне плеч. Лопатки соединяем. Удерживаем. Вдох. И соединяем перед собой. Мы округляем спину. Чуть опускаем голову. Выдох. Здесь еще решается проблема эстетическая. Это как вдовий холмик. То есть вот здесь нарост. Да. Он тоже за счет этих упражнений кровообращение улучшается. И он становится меньше. Опустили. Одно плечо тянем вверх. Другой вес. Все упражнения на растяжение. Очень все плавно, медленно. Очень приятная гимнастика. К ней очень привыкаешь. Если где-то приходится пропустить ее, уже ее не хватает. После нее и головные боли проходят. Голова работает лучше. Память лучше. Давление нормализуется за счет вот этих упражнений. Хорошо. Ну вот это самый минимум. Можно продолжать и продолжать. Да бесконечно. Принцип, да. Принцип выполнения вот такой. Как можно разнообразить упражнения, поскольку мы их предполагаем выполнять ежедневно? Чем? С помощью каких приспособлений? Есть такие приспособления. Вот прежде чем перейти, например, к гантелям, можно позаниматься с физиолентами. То есть гантель отягощения – это сопротивление. Очень такие интересные вот изобрели штучки разноцветные. Физиоленты. То есть здесь суть в чем? Что каждый цвет отвечает за свою плотность резины и, соответственно, за силу отягощения. То есть вот это вот она очень такая самая легенькая лента. То есть с нее можно начинать. Да, это едва плотнее. Затем уже фиолетовая. И нет, здесь вот зеленая полегче. И фиолетовая она уже такая, уже, да, самая такая. Вот, с нее можно закончить. Упражнения разнообразные. В зависимости от того, каких целей вы хотите добиться, какие группы мышц. Затренировать на руки, на ноги, на косые мышцы, на пресс. Везде можно использовать эти ленты. Существует много тоже комплексов. Можно посмотреть, определиться с задачей, что вы хотите. Прежде всего, цель поставить. Цель поставить, да. И уже от простого к сложному двигаться. Интересно и красиво. А гантели? А гантельки – это уже следующий этап. Начинать нужно все-таки с легких гантелей. По килограмму, да, потом постепенно уже добавлять. Здесь тоже различные комплексы упражнений. То есть или со специалистом посоветоваться, или уже по интернету что-то посмотреть. Да, и все это направлено на формирование мышечного корсета. Самки, мышечного корсета, да. Потом, если, ну мало ли, ну нет у вас денег на гантели. Можно использовать пластиковые бутылочки. В них добавляют или песок, или соль. И вы уже сами контролируете вес. У нас часто бывает так, что приходят к нам пациентами, а потом мы их уже в фитнес-залах встречаем, уже таких красивых, здоровых. Поэтому к этому стремимся. Все равно нужно со специалистами советоваться. И, конечно, хорошо, если бы это были специалисты с медицинским образованием, имеющие знания по спортивной медицине, по лечебной физкультуре, с учетом всех проблем со здоровьем у конкретного человека. Потому что иногда в фитнес-залах действительно встречаешь людей, выполняют махи очень интенсивно, агрессивно, я бы сказала. Но не всегда с точки зрения анатомии и физиологии это правильно. Поэтому консультируйте наших пациентов, давайте советы. Я думаю, что пациенты будут прислушиваться. Спасибо. Да, основной принцип наш – не навредить. В идеале забота о здоровье позвоночника должна стать жизненным правилом. К примеру, вы видите выдержки из руководства для пациентов, которые используются врачами-реабилитологами многих европейских клиник. Чем бы ни занимался человек в быту или на работе, спину необходимо держать прямо. Пациентов учат правильно сидеть, лежать, наклоняться, поднимать груз, ездить на велосипеде. Особенно тщательно. Медики советуют следить за положением тела в ходе длительных статичных поз во время сна или сидячей работы. А сейчас, уважаемые телезрители, я расскажу, как правильно сидеть. Стопы должны касаться пола полностью. Если этого не происходит, необходимо подставить под стопы подставочку. Глубина сидения должна равняться второй-третьей длины бедра. Угол в коленном суставе должен равняться 90 градусам или больше, но ни в коем случае не меньше. Для поддержки физиологического прогиба в поясничном отделе позвоночника можно использовать валик. Сидеть рекомендуется на балансировочной подушке. Балансировочная подушка имеет неустойчивую поверхность. В таком положении мышцы находятся в постоянном тонусе. И сидеть сгорбившись будет невозможно. Плечи должны быть расправлены, взгляд стремлен вперед. Руки должны свободно опираться на поверхность стола. Столешница должна находиться на уровне солнечного сплетения. Не рекомендуется свешивать нерабочую руку, класть ногу на ногу, подворачивать ногу под себя, а также садиться боком к столу. При работе за компьютером большинство людей сидит неправильно. С наклоном вперед, когда угол между туловищем и бедром меньше 90 градусов. Для того, чтобы обеспечивать правильное положение тела, существуют специальные подушечки. При поясничном остеохондрозе как спать? Лучший матрас полужесткий. Он может быть из кокосового наполнителя, полиуретанового, либо может быть изготовлен из независимого блока пружин. Все эти материалы обеспечивают правильное положение тела во время сна. Правильная подушка должна поддерживать естественный изгиб в шейном отделе позвоночника. Поэтому для любителей спать на боку ширина подушки должна соответствовать ширине плеча. А для любителей спать на спине подойдет практически плоская подушка. На животе не рекомендуется спать даже здоровым людям. При поясничном и крестцовом остеохондрозе наиболее подойдет положение лежа на спине. Под коленные суставы необходимо подложить валик. При правильном вставании из постели необходимо перевернуться на живот, опустить колено, опираясь на руки, перенести вес тела на колено и потихоньку встать. При таком подъеме минимизируется давление на межпозвоночные диски. Многие пациенты, жалуясь медикам на боли в спине, утверждают, что ведут активную жизнь, много двигаются, работая в саду. Казалось бы, мышцы спины должны быть развиты и крепко удерживать позвоночник. Но на деле получается обратное. Неврологам и хирургам приходится объяснять своим пациентам, что садовые работы – это далеко не лечебная гимнастика для позвоночника. Напротив, тяжелые нагрузки способствуют обострению заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно если работать бездумно. Существует ряд правил, выполнение которых поможет минимализировать нагрузки на позвоночник во время работ в саду и огороде. Садовник центральной медико-санитарной части Владимир Цыпышев демонстрирует, как выполнять эти работы правильно. Великолепные клумбы и газоны, радующие глаз пациентов в больнице – это результат труда Владимира Матвеевича и его коллег. Первое правило. Лопата или вилы должны соответствовать вашему росту. То есть на 10 сантиметров рукоятка лопаты должна быть ниже плечевого сустава. Затем это должен быть облегченный инвентарь. При работе лопатой в саду нужно помнить, что спина должна быть прямой, плечи расправлены, лопата должна находиться ближе к ноге, которая заносится вперед. Копать нужно, прилагая усилия, всем телом наваливаясь на лопату. Поднимать тяжести необходимо с прямой спиной, прижав груз к животу. При переносе тяжестей равномерно распределять груз в обе руки. К примеру, лучше нести по пол ведра воды в каждой руке, чем полная в одной. Земляные работы не стоит выполнять в наклонку. Можно воспользоваться садовым ковриком или скамеечкой. Обрезку деревьев выполнять пользуясь стремянкой, чтобы работать на уровне груди. Лестница избавит человека от необходимости запрокидывать голову назад, изгибая позвоночник в шейном отделе. Также не придется поднимать руки вверх. Работая метлой, поворачиваться всем корпусом, избегая изгиб позвоночника в поясничном отделе. Еще одно важное правило – приступать к садовым работам исключительно при хорошем самочувствии и не перетруждаться. Тогда и работы будут в радость, и сад благоухать цветами и плодами. Уважаемые телезрители, на Востоке говорят, что может не думать о старости тот, у кого прямой позвоночник. И, наверное, это действительно так. У позвоночника ведь нет выходных. И очень хочется, чтобы каждый из вас начал заниматься физическими нагрузками ежедневно, непрерывно, постоянно в течении всей жизни. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok